Напомню, каждый житель России может задать свой вопрос в прямом эфире через диспетчера, посредством видеосообщений и даже в социальной сети ВКонтакте. Не остались в стороне и жители округа. О том, какие вопросы они бы задали главе государства, узнала наша съемочная группа. Выйдя на пенсию, прослужив в свое время три года Советской Армии, сейчас они общий стаж как бы входят, а в пенсию они не выходят. Так что вот у меня бы такую поправочку к северному закону, чтобы они входили в северный стаж. Чтобы все было хорошо со всеми, мир, да. Он же очень много борется, чтобы мир-то был со всеми, да. Я очень хочу, чтобы не было такой распри. Я хотела бы задать вопрос по поддержке оленеводства. Вот дорогу до Усинска я уж очень хочу, поэтому дешевле будет дорога летать нам и ездить тогда можем на машинках. Я бы хотела бы задать вопрос по жилищному вопросу, по ипотеке и по поддержке малой семьи. Владимир Владимирович, конечно, молодец, но на себя тоже надо надеяться. Здесь мы хорошо, спокойно живем, платят все льготы пенсионерке или инвалидам. Так что хорошо, чего жаловаться. А Путину там без меня много вопросов. Предыдущая прямая линия с президентом России продолжалась рекордных 3 часа 58 минут. За это время Владимир Путин ответил на 44 вопроса журналистов. Большинство из них касалось экономической обстановки в стране и международной ситуации. За первые дни работы горячей линии уже поступили сотни вопросов. Они касаются заработной платы воспитателя в детских садах, ценный бензин, ремонта дорог в разных городах России, неэффективности единого государственного экзамена и возврата к традиционным экзаменам. Популярны вопросы снятия инвалидности, сострадающих диабетом детей и госфинансирования экстракорпорального оплодотворения, введения в Россию должности уполномоченного по защите животных, роста числа незаконных свалок, коррупции и бюрократии среди чиновников.